Дюк Эллингтон У него был особенный, у него был особый нюх на музыкантов, и он из тысячи десятки прослушанных исполнителей выбирал кого-то одного. Так однажды он выбрал Джонни Ходжеса. В оркестре его называли Рубит, кролик. Потому что это был действительно особенный человек. Он не знал нотной грамоты, он был удивительно зажат. Он сочинял музыку, но то, что все он сочинял, он не мог записать. И это делал за него Хуан Тизол. Он записывал мелодии Джонни и потом продавал Ирвингу Милсу. Каждая мелодия стоила 25 долларов. Достаточно дорого на сегодняшний день. Джонни. Это была особая история в жизни Дюка Эллингтона. Он действительно был стеснительным человеком, но несмотря на все свои недостатки, на незнание нот, он обладал главным качеством. Он обладал особенным звуком, говорил Эллингтон. Так играть, как он, не будет и не сможет никто. В его звуке жила человеческая кровь, теплота, страсть, азарт. И главное, свинг. Свинг неподражаемый. Поразительно, что этот человек уже ушел из жизни тоже как-то нелепо. Может быть, не случайно было у него такое прозвище. Он пошел лечить зубы. Ему стало очень плохо. Может быть, он боялся зубного кабинета. Он вышел. Вышел в туалет. Его долго не было. Стали искать. У него был инфаркт. Он умер, но как бы в память о нем. В этом удивительном человеке, который заставлял дрожать кровь каждого слушателя, Дюк Эллингтон написал пьесу, которую назвал «Сентиментальный Джой». Вновь сентиментальный. Звучит эта композиция. Солист Виктор Смеховский. Америку сентиментальный. Спасибо. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ